Сейчас мы с вами пройдем защитное сооружение гражданской обороны, которое предназначено для укрытия населения. Как видите, герметичная дверь свою функцию уже не будет выполнять, соответственно, никакой герметичности в данном защитном сооружении не будет. Герметичность – ключевое качество любого гражданского убежища. По нормативам, ровно через 10 минут после объявления тревоги, каждая дверь должна быть наглухо закупорена. Тогда поступающий снаружи воздух начнут очищать специальные фильтры. В данном помещении находятся фильтры вентиляционной установки, которые уже давно не действуют. Фильтры уже со времен Советского Союза стоят. Вон там можно даже посмотреть маркировки. Все убежища гражданской обороны делятся на 5 уровней защиты. Под жилыми домами это пятый уровень, самый низкий. Такие есть в любом микрорайоне советской застройки. В каждом из них должен быть запас всего необходимого на 48 часов. А вот здесь у нас противогазы. ВП-4. Если верить маркировке, где-то она. Вот она. Если верить маркировке 1957 года. Если верить внешнему виду, маркировка не врет. И аптечка. В аптечке два главных советских лекарства всех времен и народов. Мась Вишневского и Зеленка. Но если с отсутствием противогазов и даже аптечки еще можно смириться, то плохая вентиляция однозначно свидетельствует. Использовать такое убежище нельзя. По сути, сейчас его ценность это только вот стены толстые. Ну, можно здесь, по сути, ничего. То есть ни еды, ни воды. Ни еды, ни воды. Тут сейчас нету. Ни канализация. Ни канализация, да. Ну, отсидеться в случае чего можно попробовать. Или не стоит? Нет, надо приводить в готовность. Такая печальная картина, по словам специалистов, открывается едва ли не в каждом втором гражданском убежище Петербурга. Хотя катастрофичные спасатели ее называть не спешат. Во-первых, можно укрыться в метро. Во-вторых, кому и куда бежать, сообщат службы оповещения. А в-третьих, с большой долей вероятности, час икс вы встретите на работе. А значит, и спасаться предстоит там. Бункеры на производственных предприятиях – это уже второй уровень защиты. В них даже жить можно. Данное убежище предназначено для укрытия наибольшей рабочей смены предприятия. Здесь, Петербургцовая электросеть. Оно обслуживается предприятием, готово к приему укрываемых. Действующее законодательство, кстати, позволяет сдавать такие объекты в аренду предпринимателям. Но при одном условии. Главное, чтобы там не демонтировалось оборудование. И в установленные сроки, из того, что там, допустим, склад какой-то есть, чтобы имущество вынесли, и все переведено было в состояние убежища. Бункеры на предприятиях и убежища в жилых домах. После Второй мировой их возводили сотнями, готовились к Третьей. Сколько точно настроили и где именно, информация до сих пор практически секретная. Но, как известно, нет таких секретов, которых не знал бы интернет. Глобальная сеть подсказывает, чуть больше 4000 объектов под Петербургом ждут момента, который, будем надеяться, никогда не настанет.